Вот это оружие, чтобы охотиться на утку, на боровую дичь. Есть нарезные столы. Илья пришёл сегодня переоформить документы во всеоружии. У него с собой сразу три огнестрела. Нужны они исключительно для охоты, говорит мужчина. Владеет таким набором любитель пострелять уже около 10 лет. Сейчас как раз подошло время продлять разрешение. Знаете, чем чревато, если не вовремя делать? Конечно, административное будет нарушение. Штраф. Лишиться можно не только 3000 рублей в виде штрафа, но и самого оружия. Срок действия разрешения на его хранение 5 лет. После нужно обязательно продлять. В Улан-Удэ разрешительные документы на огнестрелы и травматы имеют 9000 человек. Только за два последних месяца сотрудники Росгвардии обнаружили 150 просрочек. Каждый приёмный день выявляют от 5 до 10 нарушителей. К примеру, сегодня изъяли 6 охотничьих ружей, 1 карабин и 1 пистолет ОСА. После нарушителя ждёт суд. Тут два варианта развития событий – окончательная конфискация оружия или возврат после уплаты штрафа. В дальнейшем, уже после устранения выявленных недостатков, допустим, человек собрал документы, продлил разрешение, оружие возвращается собственнику. То есть мы получаем на складе, собственника обзваниваем, он к нам приезжает и оружие своё забирает. Узнать, что у человека просрочено разрешение на оружие, сотрудники МВД могут и во время проверок на дому. Причём предупреждать, что к вам наведаются в гости, никто не обязан. В Росгвардии напоминают, оружие должно быть у владельца при себе, либо лежать в сейфе, прикрученном к стене. Третьего не дано. Проверяющий сверит все серийные номера. Перерегистрация первая у меня будет через год. Следите за датами, потому что вот так, оказывается, многие забывают. За датами я слежу. Я точно помню, когда у меня было получено первое разрешение. Процедура продления не сложна. Главное собрать нужный пакет документов. Две медицинские справки. Одна от офтальмолога и терапевта, вторая из наркологического диспансера. Приказ руководителя охотничьего хозяйства, подтверждающего ваше право на занятие охотой. Копию охотничьего билета, копию паспорта, две фотографии, плюс нужно оплатить пошлину и принести оружие на осмотр. Есть у нас в городе, конечно, коллекционеры и спортивные стрелки. Им охотничий билет предъявлять не нужно. Подать все документы можно и через портал госуслуги. Ася Касьянова, Жаргал Цериндашиев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова